Привет, ребята! Салям Дуслар! Ну, тот, кто смотрел предыдущий выпуск, моё телевидение по пятницам, тот поймёт, о чём пойдёт дальше речь, потому что мы находимся в 1979 году. И я рассказывал о том, как я познакомился с Ренатом Ибрагиумом. И вот у нас уже и появились совместные планы, и мы с ним приступили к их осуществлению. В конце зимы, уже наступившего 1980 года, Ренат приехал в Москву и поселился в гостинице «Россия», пригласил меня туда. И там я познакомился со всей его группой. Это был вокально-инструментальный ансамбль «Орфей». У Рената были концерты в этом концертном зале. Эти концерты были посвящены новой программе. Он сделал новую программу, значит, с композитором Александром Морозовым. И я побывал на одном из этих концертов. Сказать, что премьера прошла блестяще, я не могу, потому что это была новизна. Там были абсолютно новые песни. Прозвучало всё, конечно, профессионально, хорошо, с точки зрения звука. Но там, я помню, из зала кто-то выкрикнул, когда Ренат Ибрагимов споёт хоть одну татарскую песню. Вот такой был выкрик, не очень хороший. Безусловно, была тишина, никто не отреагировал. Но меня это навело на некоторые размышления, потому что, ну, действительно, казалось бы, такой певец колоритный из Татарстана и практически не поёт никаких татарских песен. Но позже, я скажу вам, по моему глубокому убеждению сегодняшнему, как раз и, наверное, не надо было этого делать, за исключением, может быть, каких-то романсов. Потому что Ренат Ибрагимов всё-таки был певцом от оперы. Опера, оперетта. Ну, вот понимаете, это такая постановка вокальная с очень насыщенным, красивым, громким тембром голоса. Тембр голоса сам по себе не располагает к пению каких-то других песен в другом жанре, понимаете. Всё-таки татарская песня, это в основном, вот как я сегодня наблюдаю в татарской эстраде, это некая такая стилизация народной песни. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что берётся народная песня и изменяется просто мотив. И вогнали всё это в современную аранжировку. Ну, в некоторых случаях это хорошо, а очень часто бывает не совсем гармонично и красиво. Вот не случайно я всё время ратуюсь за то, чтобы татарскую песню, современную татарскую песню, эстрадную песню, чаще использовали с классическим симфоническим оркестром. Не обязательно с полным оркестром, но чтобы там были скрипки, духовые какие-то, чтобы это обладало большей паритрой красок, понимаете, тембральных музыкальных красок. Но я ушёл в сторону. Значит, продолжаю вспоминать, со мной так часто бывает. Значит, приехал я в эту гостиницу, в Россию, там идёт такая движуха, ребята бегают. Я привёз партитуры, партитуры вот этих вот двух песен наших, о которых я говорил в предыдущих передачах. Ренат познакомил меня с руководителем ансамбля, с Женей Егоров. Прекрасный, замечательный паренёк. Вообще, все эти ребята были моложе меня, надо вот это отметить. И, значит, он так посмотрел внимательно, сказал, да, ладно, хорошо, всё, будем репетировать это. Ну вот. А я на всякий случай припас... Ну, Ренат меня тоже предложил, мне это, сделать ещё две песни для вокально-инструментального ансамбля, вот для этого, Орфей. И я сделал тоже партитуры. Женя посмотрел. И когда я в следующий раз приехал к ним, Женя был в восторге. Он сказал Ренату, сказал, Ренат, это то, что нужно, это вот, вот такого человека мы давно ждали. Это я прямо говорю, так, как было на самом деле. Потому что Морозов, он не был аранжировщиком. Он просто давал мелодию, и вот ансамбль сам там крутился, как мог, так и делал. А я-то дал аранжировки. Причём музыка эта была по тем временам современная. Там две песни на стихи кашежевая, одна медленная, другая быстрая. Вот посмотрите обложку этой пластинки, которая вышла уже позже, когда мы уже записались с ансамблем. Вот. И, в общем, вот с этого момента всё закрутилось. И осенью уже, 80-го года, я приехал на фирму «Мелодия». Я был там практически первый раз. Я был много раз на радио, а на «Мелодии» не был никогда. Вот. И начали мы записывать. Но записывали мы болванки. Что такое болванки? Значит, этот приём использовали практически все вокально-инструментальные ансамбли. Поскольку они гастролируют всё время, и нужно... А в студии дают небольшое время, там, ну, две-три смены. Смена – это четыре часа работы со звукорежиссёром. Вот. Звукорежиссёр у нас был Александр Синицын. Вот такой человек. Замечательный. Мне просто повезло. И, значит, болванка – это вот... Значит, в студии звукорежиссёр, он в отдельной аппаратной. А в студии только три, максимум четыре музыканта. Это, как правило, барабанщик. Его сажают в отдельную кабину с наушниками. Он вообще отвязан от всех. Рояль, как правило. И бас-гитара. Вот тройка, которая учит всю партитуру от начала до конца. И записывают её в определённом темпе, всё. А я стою им, как бы показывают темп. Со мной лучше получалось. Они признались. Они не знали, как, что, чего. Ну, произведений музыкальных много. А я подходил и объяснял. Вот это так, это так, это так. Ты там на барабаны сильно не дави, иначе звук будет не тот. И они поняли, что я опытный человек в этом деле. Потому что Морозов, он вообще этим не владел. Он просто давал мелодию вот им. Скинул, как говорится. Зато у него было много связей. Он сам из Петербурга. Ну, тогда Ленинград. Ленинградец. Его песни пели Пьеха, там, ну, я не знаю, Хиль. Все популярные. А я был сырой, новый, новичок. Но у меня были другие качества. Я много работал именно в ансамблях. Знал многие вещи. Вот. И вот, значит, с этого все пошло. Мы осенью, ну, наверное, где-то сентябрь, конце сентября. В октябре, наверное, скорее всего. Вот в это же самое время мы записали, значит, две. Мы только две песни записали. Болванки, я имею в виду. Это только вот как бы нижние треки. Вот. И они уехали на гастроли снова. А я засел. Засел дописывать все. Ну, там, тогда еще таких крутых синтезаторов не было. Но кое-что у меня было. У меня был инструмент Джуна 106. Хороший такой, тембральный хороший инструмент. Вот я на нем дописывал скрипичные, там, другие какие-то. И опять-таки это еще не вся была аранжировка, потому что на нее нужно было наложить живую медь, значит, там, гитара. Это уже дописывал ансамбль Боря Фрумкин. Ансамбль мелодии, он так и назывался, под руководством Бориса Фрумкина. Фрумкин – это пианист, я с ним позже тоже общался на предмет других своих песен. Вот. Значит, и вот записали. Редактором была Анна Качалина. Это такая очень известная, значит, продюсер-женщина, которая работала с Анной Герман постоянно. Вот Анна Герман должна была прилететь в Москву, записать песню «Надежда». Но по болезни это сорвалось, и, значит, в выступлении этом, не помню сейчас, где они выступали, короче, спел эту песню впервые Муслим Магомаев. И спел настолько великолепно, что дал путь, путевку этой песне в жизнь. Это стало таким до сегодняшнего дня, в общем-то, хитом, популярнейшей песней. «Надежда» – мой компас земной, а удача в награду засмеялась. Значит, мне посчастливилось даже один раз ее аккомпанировать Леву Лещенко. Лев Ильянович ко мне подошел, это на корпоративах, мы там вместе работали с Ренатом. А ансамбль его, они, что-то у них там случилось, не знаю, а надо было петь. Он ко мне подошел, говорит, «Ревкат, саккомпанируйте». Я говорю, да, а потом он уже меня называл. «Старик, ну нормально все, как дела?» Значит, и мы с ним уже познакомились хорошо, он меня очень хорошо знает по этим делам. Вот. Да. К чему я это все рассказываю? Вы знаете, к тому, что труд вот этот, композиторский труд, именно композиторский, он очень сложный. Очень, поверьте мне, это... Вот, Ренат, он приехал, вы не поверите, Ренат спел все песни, он профессиональный певец, понимаете, ему не надо объяснять. Я ему положил вот ноты, и он, мы сделали это за одну, за две смены, за восемь часов. Вот дали нам две смены подряд на фирме «Мелодия». Он приехал, и мы все это записали, весь материал. Вот. Не две песни, а там у нас уже больше накопилось, это был уже 81-й год. А мне-то приходилось бегать, как фигра там, фигра тут, с инструментами сюда, аккордеон, клавиши, значит, еще что-то тащу туда, там, саксофон. Нет, Рената, а я бегаю. И дописываю, дописываю, все, сижу, сведение. Порой спать не мог из-за того, что музыка играет в башке, потому что просидишь смену в студии, а там динамики стоят, такие вот, настоящие, понимаете. Хоть они потихонечку ведут, но выворачивает все, понимаете. По этой причине, кстати, у очень многих звукорежиссеров в то время, я помню, был инсульт. Это вредная работа на самом деле, работа со звуком. Попробуйте, просидите 4 часа, значит, одно и то же надо перематывать и по новой запускать. Перематывать, по новой запускать, чтобы делать сведение. Обрабатывать звук, делать сведение. Ну, в общем, вот, собственно говоря, мое время подходит к концу. Вот 80-й год, вот именно на этом и заканчивался. Но самое главное, я не сказал, в конце осени, это, наверное, был ноябрь месяц, я наконец-то увидел в продаже вот эту вот маленькую пластиночку «Миньон», который состоял из четырех песен. И две было моих. А вот посмотрите обложку, тут вы увидите как раз все это. Счастью моему не было предела. Это примерно то же самое, если, ну, как сказать, допустим, поэт выпустил впервые сборник своих стихов. Писатель написал свою первую книгу с рассказами. Вот то же самое ощущал я. И с точки зрения гонораров, и с точки зрения вот того, что эта пластинка продавалась не в Москве и не в Казани. Она продавалась на всей территории нашей необъятной страны, Советский Союз. Понимаете, как это многого стоило для меня. Сейчас CD-диски там, ну, их продают, допустим, если в Казани певцы, ну, где они их продают? Ну, ну, пускай даже в бассейне реки Волга там, ну, в Башкирии, может быть. Вот. А эта продавалась на всей территории. Я был счастлив. Ну, дальше продолжу. Уже сегодня часть вторая, а дальше ещё интереснее. Часть третья, четвёртая, пятая и так далее. Потому что о Ренате рассказать вот так в одной передаче, это будет сухо, неинтересно и пробежаться вот так. Моя задача рассказать как можно широко и подробнее. Надеюсь, это кому-нибудь пригодится, особенно в Татарстане. Ну, что ж, давайте попрощаемся. Всего вам хорошего. До новых встреч. Пока, пока, пока. Увидимся в следующую пятницу.